так рад приветствовать вас в этом видео сейчас мы будем с вами приступать к созданию самого сайта для этого вам для начала нужно скачать архив с исходными файлами это в основном одни изображения плюс два небольших модуля точнее один модуль и один плагин для чего не объясню попозже сейчас скачайте пожалуйста по ссылке которая находится над видео этот архив и распакуйте его сейчас я вам покажу что там в этом архиве находится вот он у меня архив files . zip я его извлекая и у меня в этом архиве получается три архива первый архив это модуль обратной связи второй архив это изображение которое мы будем использовать на сайте и третий архив это плагин плавной прокрутки до элемента как он работает и для чего он нужен я вам покажу уже в процессе создания сайта на данный момент вам нужно взять вот этот архив с изображениями и загрузить его на сам сайт как это делается для этого перейдите пожалуйста панель управления хостингом и здесь у вас есть самый первый вот пункт файловый менеджер вам достаточно по нему щелку в новой вкладке откроется файловый менеджер он похож на обычный total commander программу где есть левая панель и правая панель они друг друга дублируют здесь можно перекидывать файлы получается из директории в директорию удобно так нам нужно с вами зайти в наш с вами сайт он здесь получается будет на 1 это системные папки вниз заходить не надо и вот здесь будет у вас ваш получается домен технический него два раза мышка щелкаем далее у нас public html также два раза и вот здесь уже открывается директория самого нашего сайта где находятся все файлы движка далее нам нужно сами зайти в папку изображения в этой папке изображений нам надо с вами будет создать папку чтобы у нас не было путаницы с системными различными файлами и создадим новую папку щелкнем здесь панели и давайте назовем ее как-нибудь просто сайт окей вот она создалась после этого мы в нее заходим и сейчас нам надо сюда загрузить наш архив для этого также в панели выбираем загрузить файлы здесь мы нажимаем обзор либо мы можем перенести просто сюда архив я так обычно и делаю открываю нашу папку и просто сюда так обманывая вас нажимаю обзор да скорее все здесь так не получится нажимаю обзор и сейчас я так сейчас я быстренько найду эту папку так не получается так вот таким образом я нашел сейчас я выбираю архив с изображениями вы соответственно себя на компьютере находите этот архив нажимаем открыть и папка уже начинает здесь отображаться теперь нам нужно нажать загрузка и все процессы загрузки завершен мы видим зеленую иконку и закрываем это окно все здесь наши изображения загрузились после этого нам надо это все дело распаковать выделяем архив правой кнопкой мыши здесь есть распаковать его путь у нас по умолчанию нажимаем ok и идет распаковка все закончилось и смотрите у нас сейчас получается что путь до изображений это папка сайта потом images потом сайт и снова здесь получается images изображения только внутри нас это не устраивает нам надо чтобы они лежали в корне получается вот этой папке сайт для этого нам нужно зайти в распакованную папку изображения выделить все изображения какие здесь есть как это делается выделяем первый файл далее мы зажимаем shift на клавиатуре левый shift и снова нажимаем левой кнопкой мыши по последнему файлу у нас с вами выделились все изображения после этого мы правой кнопкой мыши нажимаем на эту на любое место выделены зоны получаются и нажимаем переместить перемести 10 файлов да так я неправильно сделал так отмена у нас они получаются переместились в корень так все понял возвращаемся обратно в папку сайт давайте удалим так пока не будем удалять возьмем вот эти файлы также через shift выделяем и перемещаем снова получается что перемещение идет из одной панели в другую соответственно я ошибся и перенес в левую панель сейчас мы переместим это обратно и они окажутся вот именно уже в нужной папке сейчас они получаются перенеслись в корень вообще нашего сервера хостинга все теперь наше изображение находится в папке сайт теперь можем удалить папку и архив напоминаю выделять как выделять несколько файлов это выделение одного зажимаем control левый и щелкаем левой кнопкой мыши мы выделили с вами два разных файла через shift мы выделяем диапазон то есть можно так выделить именно что через контру мы выделяем таким образом все а после этого щелкаем право кнопка мыши и удаляем вот мы с вами загрузили изображение теперь нам нужно уже начинать создавать сам сайт переходим на вкладку с нашей страницы и давайте добавим новую строку нажимаем добавить строку это у нас будет одна колоночная строка далее нам нужно с вами выбрать фон после этого мы нажимаем на настройки строки далее мы идем с вами в стиле здесь нам нужно с вами выбрать background image это изображение фона нажимаем upload загрузить и вот здесь мы с вами должны уже перейти в обзор папок где уже есть наша папка сайт мы на нее два раза мышкой щелкаем его открывается все наши изображения которые мы с вами загрузили также мы могли с вами их загрузить уже здесь то есть получается что нажав на загрузку мы выбираем вот эту browse folders создаем новую папку сайт заходим в эту папку и здесь нажимаем upload и уже загружаем только тогда с компьютера либо просто перетаскиванием сюда изображение вот в это поле то есть если мы возьмем сейчас откроем снова нашу эту папку мы можем так вот перетащить точнее даже разархивировать архив сюда не надо загружать и уже разархивированные фотографии выделив здесь я на компьютере мы можем таким образом допустим если это фотографии то просто сюда перенести бросить они таким же образом скопируются это тоже как из вариантов в процессе работы уже когда вы будете создавать сайт возможно использовать такой вариант потому что каждый раз загружать через файловый менеджер это по одному изображению это долго а в процессе работы вполне можно это делать и здесь выбираем наш с вами фон и нажимаем вставить все наш фон с вставился но он у нас получается что очень растянутый и и его не видно давайте выставим ему значение с отступами сделаем отступ сверху 100 пикселей и сделаем уступ снизу тоже 100 пикселей дальше нам нужно с вами его немножко центровать для этого вот здесь в настройках мы с вами выставляем background attachment то есть прикрепить изображение не зафиксированном виде а в прокрутке таким образом она у нас встает полностью видно практически то есть она влезла справа слева и далее нам надо его отцентровать то есть background позиция мы делаем положение центр центр все таким образом мы его с вами разместили как надо но его естественно не видно сейчас целиком потому что но в таком сжатом виде но когда мы начнем размещать вот здесь вот контент заголовок кнопку он у нас будет и задвигаться сейчас это увидите давайте сделаем наш с первый заголовок это дата дату мы будем делать с вами с помощью текстового блока перетаскиваем сюда текстовый блок и сейчас мы с вами будем делать ее удаляем текстовом блоке лишний демотекст текст и нужно нам с вами сейчас написать дату так ставим косую черту далее пробел пишем 12 по 25 июня основа ставим пробел и снова ставим косую черту так теперь что нам нужно сделать дальше далее у нас он черного цвета шрифт нам надо его сделать белым для этого мы идем в самый верх здесь у нас есть вкладки есть вкладка стиле в ней мы с вами можем менять цвет нашего текста то есть текст color выбираем белый цвет и видим что у нас наша дата стала вот мы видим белого цвета правда на чем маленькой далее после того как мы поменяли цвет нам нужно с вами задать размер данной даты для этого мы во первых выравниваем ее здесь есть контент риджмент это выравнивание по центру далее нам нужно задать с вами размер этой даты мы примерно сделаем вот таким образом все буду делать на глаз чтобы не вдаваться подробности именно по размеру шрифтов что-то затянется надолго но вы можете принципе поэкспериментировать с размерами какой вам больше будет подходить вот мы с вами сделали нашу дату здесь также можно принципе выбрать шрифт шрифт я использовал монстрат напишем по монстрат вот он уже подсветился выбираем его у нас он применился сейчас дата стала другого использовал другой шрифт идем далее следующий надпись у нас получается заголовок это обзорная экскурсия по анапе я прямо скопировать сюда не чтобы не набирать и вставляем следующий текстовый блок также мы здесь удаляем все данные вставляем наш заголовок делаем его также белым цветом далее у нас возвращаемся в основной пункт делаем также шрифт монстрат далее мы делаем его также по центру и мы делаем ему размер размер у нас будет чтобы не соврать но наверное сейчас я скажу более точно какой размер у меня размер 55 да вот это прям точно у него и попал 55 размер шрифта 55 пикселей принципе нормально давайте сохранимся и посмотрим уже на самом сайте как у нас это выглядит пока выглядит это так так дальше что нам еще нужно сделать у нас с вами здесь намного больше расстояния получается но мы сейчас еще добавим с вами кнопочку и сделаем наложение вот этого фона темного чтобы картинка была у нас не такая сочная а то получается что шрифт сливается с фоном так что нам нужно сделать нам нужно с вами поставить далее кнопку берем дополнение батон эта кнопка и ставим ее под наш основной заголовок после этого в редактирование кнопки нам нужно с вами сделать надпись записаться пишем записаться далее нам надо с вами сделать также размер а выровнять ее по центру текст на кнопке сделать шрифтом если не ошибаюсь робота так шрифт будем использовать на кнопке робота выберем его сделаем заглавные буквы чтобы они были как сказать но все заглавные использовались далее толщина шрифта у нас будет так normal нет сделаем light батон letter spacing это расстояние между букв мы немножко расширим чтобы смотрелось по симпатичнее далее батон ставил стиль мы выберем кастом здесь суть в чем здесь есть различные варианты стилей то есть видите да разный синий красный зеленым но и есть также еще вариант кастом то есть это пользовательские стиле но суть в том что здесь в light версии нет возможности выбирать цвет кнопки при наведении то есть я навожу она не меняется да но если я вот здесь делаю допустим какой-то свой цвет и буду наводить получается что она будет оставаться зеленый даже это можно заметить вот здесь я сделал желтый черный идея была но при наведении она становится белой и зеленая кнопка поэтому скорее всего желтым вариантом не получится но можно использовать какой-то вот один из готовых стилей допустим давайте будем использовать стиль желтый у нас есть так подождите так инфо при море варнинг давайте вот такой оставим пусть будет вроде как желтый так цвет шрифта мы можем скорее все поменять стилях давайте сделаем черный так до стилях цвет ссылки link color то есть это не шрифт это все-таки ссылка получается что при наведении и давайте не будем давайте не будем использовать черный потому что при наведении он не не меняется здесь это не настроить оставим таким вот образом сдали мы сделаем размер кнопки большой и батон шейп это фигура кнопки здесь есть вариант округлая вариант квадратная полностью есть rounded это закругленными краями выберем круглую потому что она у нас была и увеличим немножко размер шрифта самого так размер шрифта у нас здесь не выбирается потому что это готовый вариант кнопки это не пользовательские настройки но пусть будет таким образом оставим такую кнопку нажимаем сохранить чтобы наши изменения применились далее нам нужно вернуться в настройки нашей строки вот это вот зеленая строка нажимаем на гаечный ключ и здесь в стилях нам надо с вами сделать наложение изображения вот overlay выбираем цвет можно сделать принципе такой черный и задать какую-то прозрачность вот этим бегунком мы немножко уменьшаем вот таким вот образом можно конечно поиграть с различным цветом сделать что-то похожее как у нас на примере атаку и вот таким вот образом это все оставляем далее давайте проверим как у нас здесь здесь у нас намного все выше получается что много отступов поэтому давайте сделаем отступы от нашей даты это делается таким образом мы заходим в настройки нашего дополнения во вкладке стиля внешние отступы марджин это внешние отступы паддинг это внутренние отступы нашего дополнения прописываем здесь 0 пикселей а когда стоит замочек синий то указав значение в одной ячейке они прописываются автоматически везде изначально лучше прописать 0 пикселей везде потом снять замочек и уже отрегулировать где надо по высоте сверху снизу справа или или слива мы с вами сделаем отступ снизу давайте сделаем допустим сколько 50 там 70 пикселей сделаем 70 пикселей далее идем в дополнение обзор на экскурсии также идем в стиле также мы здесь прописываем 0 пикселей снимаем наш замочек и также снизу ставим давайте поставим 100 пикселей 100 пикселей примерно так даже можно наверно будет добавить чуть-чуть сделать вот здесь 120 и также сделать у даты тоже 120 сейчас попробуем сейчас то сделать хотя принципе давайте оставим так все ровно у нас получается нажимаем сохранить перейдем на сам сайт обновимся и видим что у нас получился вот такой вот блок шапки с датой и с заголовком и кнопочку мы с вами сделали давайте сравним с примером примерно то же самое но дата немножко поменьше получается да ничего страшного дату можно принципе уменьшить если есть желание так размер даты давайте сделаем 37 нажимаем сохранить и теперь у нас в принципе все должно быть примерно одинаково ну да немножко с наложением цвета тут поярче вот мы с вами сделали первый блок давайте на этом остановимся что урок получился первый продолжительным и перейдем далее ко второму блоку